Здравствуйте и добро пожаловать на наш канал. 20 апреля 1942 года закончилась битва за Москву. Немецкая армия наступления, которая казалась неудержимым, была не только остановлена, но и отброшена от столицы СССР на 150-300 километров. Гитлеровцы понесли тяжелые потери, и хотя вермахт был еще очень силен, возможности наступать одновременно на всех участках Советско-германского фронта у Германии уже не было. Пока длилась весенняя распутица, немцы разработали план летнего наступления 1942 года, получивший кодовое название Фолблау «Синий вариант». Изначальной целью германского удара были нефтяные промыслы Грозного и Баку с возможностью дальнейшего развития наступления на Персию. Перед развертыванием этого наступления немцы собирались срезать Барвенковский выступ, крупный плацдарм, захваченный Красной Армией на западном берегу реки Северский Донец. Советское командование, в свою очередь, также собиралось вести летнее наступление в зоне Брянского южного и юго-западного фронтов. К сожалению, несмотря на то, что Красная Армия первой нанесла удар, и поначалу немецкие войска удалось оттеснить почти к Харькову, немцы сумели повернуть ситуацию в свою пользу и нанести крупное поражение советским войскам. На участке южного и юго-западного фронтов оборона была ослаблена до предела, и 28 июня 4-я танковая армия Германа Гота прорвалась между Курском и Харьковом. Немцы вышли к Дону. В этот момент Гитлер личным приказом внес в синий вариант изменения, которое впоследствии дорого обошлось нацистской Германии. Он разделил группу армий Юг на две части. Группа армия должна была продолжать наступление на Кавказ. Группе армий Б предстояло выйти к Волге, перерезать стратегические коммуникации, связывавшие европейскую часть СССР с Кавказом и Средней Азией, и захватить Сталинград. Для Гитлера этот город был важен не только с практической точки зрения, как крупный промышленный центр, но и чисто по идеологическим соображениям. Взятие города, носившего имя главного врага Третьего Рейха, стало бы величайшим пропагандистским достижением немецкой армии. Расклад сил и первый этап битвы. Немецкий танк ПЗ-4 в донских степях группы армии Б, наступавшая на Сталинград, включала в себя 6-ю армию генерала Паулюса. В состав армии входили 270 тысяч солдат и офицеров, около 2200 орудий и минометов, около 500 танков. С воздуха 6-ю армию поддерживал 4-й воздушный флот генерала Вольфрама фон Рихтгофена, насчитывавший около 1200 самолетов. Немногим позже, ближе к концу июля, в состав группы армии Б была передана 4-я танковая армия Германа Гота, включавшая в себя на 1-й июля 1942 года 5-й, 7-й, 9-й армейские и 46-й моторизованные корпуса. В состав последнего входила 2-я танковая дивизия СС Досрайх. Юго-Западный фронт 12 июля 1942 года, переименованный в Сталинградский, насчитывал около 160 тысяч личного состава, 2200 орудий и минометов, около 400 танков. Из 38 дивизий, числившихся в составе фронта, только 18 были полностью укомплектованы, прочие же имели в составе от 300 до 4000 человек. 8-я воздушная армия, действовавшая вместе с фронтом, также существенно уступала в численности флоту фон Рихтгофена. Этими силами Сталинградский фронт был вынужден оборонять участок шириной более 500 километров. Отдельной проблемой для советских войск была ровная степная местность, на которой вражеские танки могли действовать в полную силу. С учетом низкой укомплектованности частей и соединений фронта противотанковыми средствами, это делало танковую угрозу критической. Наступление немецких войск началось 17 июля 1942 года. В этот день авангарды 6-й армии вермахта вступили в бой с частями 62-й армии на реке Чир и в районе хутора Пронин. К 22 июля немцы оттеснили советские войска почти на 70 километров к главному рубежу обороны Сталинграда. С этой целью были созданы две ударные группы, наступавшие с севера и юга. Северная группа формировалась из частей 6-й армии, южная из подразделений 4-й танковой армии. Северная группировка, нанеся удар, 23 июля прорвала фронт обороны 62-й армии и окружила две ее стрелковые дивизии и танковую бригаду. К 26 июля передовые части немцев вышли к Дону. Командование Сталинградского фронта организовало контрудар, в котором принимали участие подвижные соединения резервов фронта, а также еще не закончившие формирование 1-я и 4-я танковые армии. Танковые армии были новой штатной структурой в составе Красной армии. Неясно, кто именно выдвинул идею их формирования, но в документах первым эту мысль озвучил перед Сталиным начальник главного автобронетанкового управления Федоренко. В том виде, в котором танковые армии задумывались, они просуществовали достаточно недолго, впоследствии претерпев серьезную реструктуризацию. Но то, что именно под Сталинградом появилась такая штатная единица, это факт. Первая танковая армия наносила удар из района Калача 25 июля, а четвертая от станиц Трехостровская и Качалинская 27 июля. Ожесточенные бои на этом участке длились до 7-8 августа. Деблокировать окруженные части удалось, однако разгромить наступавших немцев не получилось. Негативное влияние на развитие событий оказало и то, что уровень подготовки личного состава армии Сталинградского фронта был невысоким, и ряд ошибок в координации действий, допущенных командирами подразделений. На юге советские войска сумели остановить немцев у населенных пунктов Суровикина и Рычковский. Тем не менее гитлеровцы смогли прорвать фронт 64-й армии. Для ликвидации этого прорыва 28 июля Ставка Верховного Главнокомандования приказала не позднее 30-го числа силами 64-й армии, а также двух пехотных дивизий и танкового корпуса нанести удар и разгромить врага в районе станицы Нижнечирская. Несмотря на то, что новые части вступали в бой сходы и от этого их боевые возможности страдали, к указанной дате Красной армии удалось потеснить немцев и даже создать угрозу их окружения. К сожалению, гитлеровцы успели вести в бой свежие силы и оказать помощь группировке. После этого бои разгорелись еще жарче. 28 июля 1942 года произошло еще одно событие, которое нельзя оставить за кадром. В этот день был принят знаменитый приказ Народного комиссара обороны СССР номер 227, известный также как Нишагу Назад. Он существенно ужесточал наказание за несанкционированное отступление с поля боя, водил штрафные подразделения для провинившихся бойцов и командиров. А также водил заградительные отряды, специальные части, которые занимались задержанием дезертиров и возвращением их в строй. Этот документ при всей его жесткости был принят в войсках достаточно позитивно и действительно уменьшил количество дисциплинарных нарушений в воинских частях. В конце июля 64-я армия все-таки была вынуждена отойти за Дон. Немецкие войска захватили ряд плацдармов на левом берегу реки. В районе станицы Цемлянской гитлеровцы сосредоточили весьма серьезные силы. Две пехотные, две моторизованные и одна танковая дивизия. Ставка приказывала Сталинградскому фронту выбить немцев на западный, правый, берег и восстановить линию обороны по Дону, однако ликвидировать прорыв не удалось. 30 июля немцы перешли в наступление от станицы Цемлянская и к 3 августа существенно продвинулись вперед, захватив станцию ремонтную, станцию и город Котельниково, населенный пункт Жутово. В эти же дни к Дону вышел 6-й румынский корпус противника. В зоне действий 62-й армии немцы перешли в наступление 7 августа в направлении на Калач. Советские войска были вынуждены отойти на левый берег Дона. 15 августа 4-й советской танковой армии пришлось поступить так же, потому что немцы смогли прорвать ее фронт в центре и расколоть оборону пополам. К 16 августа войска Сталинградского фронта отошли за Дон и заняли оборону на внешнем рубеже городских укреплений. 17 августа немцы возобновили натиск и к 20 числу сумели захватить переправы, а также плацдарм в районе населенного пункта вертячий. Попытки отбросить или уничтожить их успеха не имели. 23 августа немецкая группировка при поддержке авиации прорвала фронт обороны 62-й и 4-й танковой армии и передовыми частями вышла к Волге. В этот день немецкие самолеты совершили около 2000 вылетов. Многие кварталы города оказались в руинах, пылали нефтехранилища, погибло около 40 тысяч мирных жителей. Противник прорвался до линии рынок Орловка, Гумрак, Песчанка. Бои в городе. Вынудив советские войска отступить чуть ли не на окраины Сталинграда, противник бросил против 62-й армии 6 немецких и 1 румынскую пехотные дивизии, 2 танковые дивизии и 1 моторизованную. Количество танков в этой группировке гитлеровцев равнялось приблизительно 500. С воздуха противника поддерживало не менее 1000 самолетов. Угроза захвата города стала осязаемой. Чтобы устранить ее, ставка ВГК передала защитникам 2 укомплектованные армии, 10 стрелковых дивизий, 2 танковые бригады. Заново укомплектовала 1-ю гвардейскую армию, 6 стрелковых дивизий, 2 гвардейские стрелковые, 2 танковые бригады, а также подчинила Сталинградскому фронту 16-ю воздушную армию. 5 и 18 сентября войска Сталинградского фронта, 30 сентября его переименуют в Донской, провели две крупные операции, благодаря которым удалось ослабить натиск немцев на город, оттянув на себя около 8 пехотных, 2 танковые и 2 моторизованные дивизии. Осуществить полный разгром гитлеровских частей снова не получилось. Яростные бои за внутренний оборонительный обвод шли еще долго. Городские бои начались 13 сентября 1942 года и продолжались вплоть до 19 ноября, когда Красная армия перешла в контрнаступление в рамках операции «Уран». С 12 сентября оборона Сталинграда была возложена на 62-ю армию, которую передали под командование генерал-лейтенанта Чуйкова. Этот человек, которого перед началом Сталинградской битвы считали недостаточно опытным для боевого командования, устроил в городе настоящую преисподнюю для врага. 13 сентября в непосредственной близости от города находились шесть пехотных, три танковые и две моторизованные дивизии немцев. До 18 сентября шли жестокие бои в центральной и южной частях города. Южнее железнодорожного вокзала натиск противника удавалось сдерживать, однако в центре немцы вытеснили советские войска вплоть до оврага Крутой. Чрезвычайно ожесточенными были бои 17 сентября за вокзал. В течение дня он четыре раза переходил из рук в руки. Здесь немцы оставили восемь сожженных танков и около сотни убитых. 19 сентября левое крыло Сталинградского фронта попыталось нанести удар в направлении вокзала с дальнейшей атакой на Гумрак и Городище. Продвижение осуществить не удалось, однако была скована боями крупная группировка противника, что облегчило положение дел для частей, сражающихся в центре Сталинграда. В целом оборона здесь была настолько прочной, что противнику так и не удалось выйти к Волге. Понимая, что в центре города успеха добиться не получается, немцы сосредоточили войска южнее для удара в восточном направлении, к Мамаеву-Кургану и поселку Красный Октябрь. 27 сентября советские войска начали атаку на упреждение, работая мелкими пехотными группами, вооруженными ручными пулеметами, бутылками с горючей смесью и противотанковыми ружьями. Ожесточенные бои продолжались с 27 сентября по 4 октября. Это были те самые сталинградские городские бои, от рассказов о которых стынет кровь в жилах даже у человека с крепкими нервами. Здесь шли сражения не за улицы и кварталы, порой даже не за целые дома, а за отдельные этажи и комнаты. Орудия били прямой наводкой почти в упор, в ход шла зажигательная смесь, огонь с малых дистанций. Рукопашные схватки стали обыденным явлением, как в средние века, когда на бранном поле правило бал холодное оружие. За неделю непрерывных боев немцы продвинулись на 400 метров. Воевать приходилось даже тем, кто для этого не предназначен — строителям, солдатам понтонных частей. Гитлеровцы понемногу начинали выдыхаться. Такие же отчаянные и кровавые схватки кипели у завода баррикады, у селения Орловка, на окраинах завода Силикат. А в начале октября территории, которые занимала Красная армия в Сталинграде, настолько уменьшились, что насквозь простреливались пулеметным и артиллерийским огнем. Обеспечение сражавшихся войск осуществлялось с противоположного берега Волги с помощью буквально всего, что могло плавать — катеров, проходов, лодок. Немецкая авиация непрерывно бомбила переправы, делая эту задачу еще более сложной. И пока бойцы 62-й армии сковывали и перемалывали в боях войска противника, Верховное командование уже готовило планы большой наступательной операции, направленной на уничтожение сталинградской группировки гитлеровцев. Уран и капитуляция Паулюса. К моменту начала советского контрнаступления под Сталинградом находились кроме 6-й армии Паулюса, также 2-я армия фон Зальмута, 4-я танковая армия Гота, итальянская, румынская и венгерская армии. 19 ноября Красная армия силами трех фронтов начала крупномасштабную наступательную операцию, получившую кодовое название «Уран». Открыли ее около 3,5 тысяч орудий и минометов. Артиллерийский шквал длился около двух часов. Впоследствии именно в память этой артподготовки день 19 ноября стал профессиональным праздником артиллеристов. 23 ноября вокруг 6-й армии основных сил 4-й танковой армии Гота сомкнулось кольцо окружения. 24 ноября у станицы Распопинской капитулировали около 30 тысяч итальянцев. К 24 ноября территория, занимаемая окруженными гитлеровскими частями, с запада на восток занимала порядка 40 километров, а с севера на юг около 80. Дальнейшее уплотнение продвигалось медленно, так как немцы организовали плотную оборону и цеплялись буквально за каждый клочок земли. Паулюс настаивал на прорыве, но Гитлер категорически это запретил. Он еще не терял надежды на то, что удастся помочь окруженцам извне. Миссия спасения была возложена на Эриха фон Манштейна. Группа армий Дон, которой он командовал, должна была в декабре 1942 года ударом от Котельниковского и Тормасина деблокировать осажденную армию Паулюса. 12 декабря операция «Зимняя гроза» началась. Причем немцы пошли в наступление неполными силами, фактически к моменту начала наступления они смогли выставить только одну танковую дивизию вермахта и пехотную румынскую дивизию. Впоследствии к наступлению присоединились еще две неполные танковые дивизии и некоторое количество пехоты. 19 декабря войска Манштейна столкнулись со 2-й гвардейской армией Родиона Малиновского и к 25 декабря «Зимняя гроза» угасла в заснеженных Донских степях. Немцы откатились на исходные позиции, понеся крупные потери. Группировка Паулюса была обречена. Казалось, что единственным человеком, который отказывался это признавать, был Гитлер. Он был категорически против отступления, когда оно еще было возможно, и слышать не хотел о капитуляции, когда мышеловка окончательно и бесповоротно захлопнулась. Даже тогда, когда советские войска захватили последний аэродром, с которого самолеты Люфтваффе осуществляли снабжение армии, крайне слабое и нестабильное, он продолжал требовать от Паулюса и его людей сопротивления. Фельдмаршал Паулюс капитулирует 10 января 1943 года, началась завершающая операция Красной Армии по ликвидации Сталинградской группировки гитлеровцев. Она называлась «Кольцо». 9 января за день до ее начала советское командование предъявило Фридриху Паулюсу ультиматум, требуя сдаться. В этот же день по случайности в котел прибыл командир 14-танкового корпуса генерал Хуби. Он передал, что Гитлер требует продолжать сопротивление вплоть до новой попытки прорвать окружение извне. Паулюс выполнил приказ и отверг ультиматум. Немцы сопротивлялись как могли. Наступление советских войск даже было остановлено с 17 по 22 января. После перегруппировки части Красной Армии снова пошли в атаку и 26 января гитлеровские силы были расколоты на две части. Северная группировка находилась в районе завода баррикады, а южная, в которой был и сам Паулюс, располагалась в центре города. Командный пункт Паулюса размещался в подвале Центрального универмага. 30 января 1943 года Гитлер присвоил Фридриху Паулюсу звание фельдмаршала. По неписанной прусской военной традиции, фельдмаршалы в плен не сдавались никогда. Так что со стороны фюрера это был намек на то, как командиру окруженной армии следовало закончить свою военную карьеру. Однако Паулюс решил, что некоторых намеков лучше не понимать. 31 января в полдень Паулюс сдался в плен. На то, чтобы ликвидировать остатки гитлеровских войск в Сталинграде, понадобилось еще два дня. В плен было захвачено около 90 тысяч немецких солдат и офицеров. Немцы потеряли убитыми около 800 тысяч, было захвачено 160 танков и около 200 самолетов.